Телерадио компания Кунгур и компьютерная фирма Развитие представляют информационную программу Город новостей. Здравствуйте! В эфире информационная программа Город новостей. В студии Елена Гречища. Вам события жизни города в материалах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. Школьные разборки. Почему шестиклассник оказался на больничной койке с сотрясением головного мозга? Сквозное отверстие. Жители бывшего общежития теперь любуются на звездное небо прямо из собственной квартиры. Чистый четверг для бездомных. Монахини решили помыть бомжей перед праздником Пасхи. Из школы с сотрясением головного мозга. Отправляясь в родную Альма-Матер, шестиклассник Максим Порозов и не подозревал, что это закончится для него травматологическим отделением больницы. Елена Котельникова сегодня навестила пострадавшего в стационаре, узнала все обстоятельства происшествия и попыталась выяснить, почему стены учебных заведений теперь далеко не безопасны для тех, кто приходит сюда получать знания. На перемене было. Потом он меня на уроке портфель взял, но я не видел. А потом на перемене мне его кинуло в полу головы. 12-летний Максим попал в травматологическое отделение стационара Кунгурской городской больницы 19 марта. Как сам сейчас рассказывает, пришел домой из школы, очень болела голова. Даже попробовал уснуть, что боль прошла, но не получилось. Появилась рвота, в больнице парню сделали рентген. Предположения родителей самого Максима подтвердились. У него сотрясение мозга. Ты говорил об этом учительнице? Нет. Хотел сам разобраться? Нет, просто домой поехал. Дома уже было плохо, мама заметила. В больницу уехали. По рассказам шестиклассника, отношения с соседом по парте имени «Неназываем» по понятным причинам не ладились давно. С первого класса. Обидчик состоял на внутришкольном учете по делам несовершеннолетних. Они с первого класса, а меня иногда били. Ты отбивался? Ощущался? Ну, иногда да. Иногда тоже отбивался, бил. В общем, ребята не могли выстроить свои взаимоотношения. Возможно, в эту ситуацию нужно было вмешаться взрослым. По мнению отца, мальчика Андрея Порозова, есть упущений со стороны школы. В школе очень сильно детей распустили. Если вспомнить 80-е годы, я в 80-м году школу закончил, у нас там было все намного строже. Пионеры, построения. Учили к дисциплине. Сейчас же никакой дисциплины нет. Нет дисциплины, значит нет и ответственности. Права знают, обязанности им никто не рассказывал. Но мириться с этой ситуацией Порозово не собираются. Тем более, как говорит отец мальчика от обидчика и его родителей, они так и не услышали слов раскаяния. Люди даже не извинились, ни родители, ни сын. Мы обратились в милицию с заявлением. Впрочем, в школе убеждены, что мировая могла бы быть. По крайней мере, педагоги сделали все, чтобы примирить родителей и не обострять ситуацию еще больше. И не прочь признать долю своей вины в происшедшем. Да, действительно, такая ситуация произошла. И мы очень сожалеем, что такое случилось в школе. Потому что дети приходят к нам, родители их оставляют, что мы должны обеспечить им безопасность. Но такое произошло. В шестом оклассе учится 27 человек. Там год назад сменился классный руководитель. На смену опытному стажисту пришла новая учительница, только закончившая педучилище. Молодой перспективный специалист. Таких сейчас днем с огнем не сыщешь, делится переживаниями директор школы Татьяна Бартова. Нехватку педагогического опыта компенсируют всем педагогическим коллективам. Специалистов, работающих с детьми, катастрофически не хватает. А ставку психолога и вовсе сократили. У нас проблемы в том, что не хватает специалистов. В данном случае у нас нет психолога в школе. В связи с теми процессами, которые происходят в мире и в нашем Пермском крае, с оптимизацией ставка психолога у нас была сокращена. Поэтому мы здесь определенные трудности испытываем. Конечно, хотелось бы, чтобы были специалисты, которые могли работать с детьми, которые бы нам помогали, помогали и классному руководителю, потому что здесь классный руководитель молодой, мы всем, чем можем, ей помогаем. Хотя, возможно, психологического профессионального подхода и не хватало, что детям, что их родителям. Проблемы взрослых, а обиженными и даже травмированными остаются дети. Сегодня же Максим Порозов прошел судебно-медицинскую экспертизу. Съемочную группу на процедуру не пустили. Дальше решение о нанесении травмы мальчику будет направлено в комиссию по делам несовершеннолетних. Возможно, одноклассника Максима поставят и туда на учет тоже, кроме внутришкольного. А что дальше? На этот вопрос пока никто не дает ответа. Елена Котельникова, Алексей Долгоруков, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Туберкулез не щадит никого. 24 марта 1882 года Роберт Кох выступил с заявлением об открытии возбудителя этого страшного заболевания. Сто лет спустя Всемирная организация здравоохранения и Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких предложил считать именно 24 марта Всемирным днем борьбы с туберкулезом. В преддверии этой даты наша съемочная группа узнала, насколько сегодня развит туберкулез в Кунгуре. Благодаря проводимой противотуберкулезной работе за последние годы удалось снизить рост заболеваемости населения от туберкулеза. Однако, несмотря на снижение зарегистрированных показателей заболеваемости, эпидемиологическая ситуация в Кунгуре продолжает оставаться неблагополучной. С учетом таких факторов, что каждый раз у нас продолжают болеть дети, что у нас выявляется туберкулез в запущенной форме, что увеличивается количество бактерий выделителей или тех, кто выделяет вот эту микобактерию туберкулеза или туберкулезную палочку, то, значит, умирают у нас, также у нас умирают люди до года лечения в связи с такими процессами и выявляются случаи, неизвестные диспансеры. Раньше основными факторами заболеваемости считали вредные привычки, да и болели в основном наркоманы, бывшие заключенные, бомжи и безработные. Теперь ситуация изменилась, туберкулезом стали болеть люди от мала до велика. Все это связано с тем, что за последние несколько лет значительно снизились флюорографические осмотры. Некоторые кунгуреки не проходят эту процедуру по два, а то и по три года. Также в последнее время на население стали отрицательно влиять и социальные факторы. Современные социально-экономические условия, резко снизившиеся защитные силы организма и лекарственная, значит, высокая устойчивость возбудителя к заболеванию, она, значит, позволяет болезни, значит, в современных условиях, и при пренебрежении к мерам профилактики развиваться хорошо. Легче вылечить опасные заболевания на ранней стадии. Основным методом раннего выявления социально опасного заболевания является флюорографическое обследование населения с 15-летнего возраста. А как же узнать, болен ли маленький ребенок? Врачи рекомендуют делать туберкулиновые пробы. А детям и подросткам делают, значит, проводят туберкулиновые пробы на наличие инфицированности организма. И есть специфическая профилактика для детей. Это когда делают, вводят вакцину БЦЖ и БЦЖМ, ослабленную вакцину, на, значит, четвертом дне рождения ребенка, потом в 7-летнем и 14-летнем возрасте. В преддверии Всемирного дня борьбы социально опасным заболеванием диспансерное отделение легочного туберкулеза номер 7 навестит образовательные учреждения и больницы, дабы просветить кунгуряков о профилактике. Татьяна Андреева, Александр Липин, Михаил Бабушкин, телекомпания Кунгур. Ковчег вновь всплыл на поверхность. Вкладчики рухнувшего кредитно-потребительского общества Ковчег уже который год пытаются вернуть свои сбережения, вложенные в финансовую пирамиду. И вот накануне стало известно, что общество планирует частичную выплату кредиторской задолженности. Из самых громких акций, без которых уверены вкладчики, придать широкой огласке кражек сбережений не удастся, попытка перекрыть федеральную трассу Перми-Екатеринбург. А также почти все три тысячи вкладчиков, что живут в Пермском крае, написали письма в Страсбургский суд. Некоторым уже пришли уведомления о получении пакетов документов. В отношении руководителей финансовой пирамиды было возбуждено уголовное дело, которое до сих пор расследуется. И вот сегодня стало известно, что Ковчег вновь всплыл. КПО планирует частичную выплату кредиторской задолженности. Конкурсный управляющий просит вкладчиков присылать платежные реквизиты банка, расчетный счет, паспортные данные, а также адреса своей прописки для уточнения размера выплаты информации о вкладчике. Адрес приема информации – город Березники, улица Парижской коммуны, 42, квартира 102. Телефон для справок – 8, код Березников – 34242, телефон 43792. В Пермском крае работает долговременная целевая программа реабилитации и обеспечения жизнедеятельности инвалидов. В рамках этой программы в Кунгуре работает служба социального такси. По опыту прошлых лет эта услуга востребована, несмотря на то, что правила использования социального такси не разменялись. С 3 марта служба социального такси вновь работает в Кунгуре. Партнером по оказанию услуги стал индивидуальный предприниматель Анатолий Конев. Заказать машину для поездки по городским учреждениям, что утверждены в перечне, можно, набрав номер, состоящий из пяти троек. Если же необходима поездка за пределы Кунгура, необходимо звонить в территориальное управление соцзащиты населения. В том и в другом случаях необходимо представить паспорт и справку об инвалидности. Эта программа рассчитана на людей с первой и второй группой инвалидности, а также других категорий жителей Кунгура и Кунгурского района. В первую очередь, конечно, дети инвалиды, те, которые у нас имеют заболевание, детский церебральный паралич, имеют право ездить с сопровождающим лицом. Второе, это те люди, которые у нас получили травму позвоночника, не имеющие своего автотранспорта специального, и те, кто у нас находится после инсульта. Люди с ограниченными возможностями, как и предполагает программа, вправе оплатить только 30% от полной стоимости поездки в такси. Вызов социального транспорта возможен круглосуточно. Вы смотрите Город новостей. Вместо спортивной площадки – парковка. Несмотря на политику президента развития молодежного спорта в стране, некоторые кунгуряки о ней забывают. Подробности в мелочах жизни. Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Мы с вами находимся по адресу улица Сверлова, дом 72. Туалет здесь общий, но никто из жителей воспользоваться им не может. А все из-за того, что просто зайти в этот туалет невозможно. Коммунальщики не убирают отходы здесь уже с начала зимы. И даже на этом месте стоит невыносимый смрад. У нас всю зиму не убирают туалет. Все здесь течет, все застыло и все. Никто не убирает. Сколько было жалоб – ничего. Никто не отреагировал с администрации. Вся дорога от дверей до унитазов буквально засыпана фекалиями. И пользоваться такими удобствами, конечно, невозможно. Мелочь, а загаженная. Улица Микушева. Здесь, рядом с 14-м домом, на проезжей части больше года назад образовалась огромная выбоина. И вот несколько дней назад ее в очередной раз попробовали засыпать. Но засыпали эту яму самой обычной речной галькой. И вот через несколько дней яма снова открыта, а галька растаскана по всей проезжей части. Конечно, такой ремонт – это попросту смешно. И складывается вопрос – а зачем делать работу, если она не приносит положительного результата? Конечно, яму засыпали, но такие работы явно не удовлетворяют кунгуряков. Мелочь, а нужно переделать. Во дворе 50-го дома по улице Голованово раньше было футбольное поле. Потом сделали баскетбольную площадку. Ну а теперь, как мы видим, образовалась стихийная парковка. Мы раньше тут играли в футбол, мальчишки играли, мы бросали в кольца. Но сейчас тут не поиграть, нас все сломали и поставили машину. Стоит ли говорить, что спортивная площадка для детей куда важнее, чем возможность поставить свою машину в пяти метрах от дома? Мелочь, а неправильная. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – магазин «Атланта», улица Воровского, 4А. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – горнолыжный комплекс «Светлячок». До 30 марта прокат снаряжения бесплатно. Естественная вентиляция. Подобное новшество накануне появилось в доме по улице Политаевская, 2. Правда тому, что в их квартиры свободно начал поступать свежий уличный воздух, жители далеко не рады, ведь морозная свежесть проникает в дыру, которая образовалась после того, как наружная стена строения просто отошла от основной конструкции. Игорь Вертипрахов выехал на место, чтобы оценить масштабы коммунальной аварии. Прибыв на место, мы увидели настоящий погром. Половина стены общежития буквально развалилась на глазах за полчаса. Но сделали это не вандалы и хулиганы, а вода и многолетнее отсутствие капитального ремонта. Жительница квартиры на первом этаже вспоминает, что грохот стоял такой, будто началось землетрясение. Мы сидели дома, как бы уже до этого рушилась потихоньку стена, сыпались кирпичи и сегодня окончательно вывалилась половина стены и, как это называется, блок, оконный, бетонная вот эта балка, и она висит на арматуре, и если она сейчас упадет, у меня выбьет стекла. Жители квартиры на втором этаже днем на работе. Но вечером их ожидает неприятный сюрприз. Стена обрушилась настолько, что комнату можно увидеть прямо снаружи. И это в добавление к протекающему потолку. Причем, по словам жильцов, проблемы в этом доме начались не сегодня, а тянутся уже много лет. Мы писали в грант, приезжали, комиссия, осматривали, ходили по крыше, что-то там они латали, что-то делали, как нам сказали, что это все они. В октябре месяце поставить нас на капитальный ремонт обещали, что в капитальный ремонт уже сделают в октябре, потом сказали в феврале и уже конец марта, и никаких вообще сдвигов, вообще никаких сдвигов. Сены у нас рушатся, люди страдают, дети живут неизвестно как, потому что дети маленькие. Вот и так вот на головы льется всеми, никаких сдвигов у нас нет. Таких опасных участков, как тот, что обвалился, мы с жильцами насчитали больше шести. По их словам, каждый из них готов обрушиться в любую секунду. Люди переживают, что скоро придется переезжать в шалаши, чтобы не попасть под каменный обвал. Вот у нас тоже крыша льется. Ходили, жаловались мы, говорили, ругаться не хочется. Ругаться не хочется, а жить страшно. Почти в каждой квартире второго этажа в этом общежитии стоят тазы, чтобы собирать воду с потолка. Жизнь в таких комнатах больше напоминает фильм ужасов, а не современное комфортное жилье жалуются заложники коммунальной ловушки. Чтобы узнать позицию управляющей компании, мы обратились к ее директору Денису Толстикову. В настоящее время подрядная организация «Союз» осматривала это помещение. Дело в том, что там необходимо будет провести работу не только по перекладке стены, которая обвалилась. Там много подтеков и в других местах. То есть есть угрозы, обрушения. И капитальный ремонт кровли будет в ближайшее время сделан, проведен. В следующей неделе уже должны будут приступить к работам по перекладке стены. А пока работы не начали вестись, жители Пополитаевской-2 все еще живут в экстремальном жилье. Мы будем следить за развитием ситуации. Игорь Вертипрахов, Александр Липин, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур». Пластиковые карты. Все больше людей доверяют именно такому электронному кошельку. От чего он может обезопасить своего владельца? Какие новые преимущества появились у владельцев пластиковых карт в следующем материале. Сейчас становится все больше предприятий торговли и сервисов, где есть возможность оплатить покупки с помощью банковских карт. Например, в Прикаме 67% всех точек, оборудованных посттерминалами Сбербанка. Наиболее активные предприятия – это продуктовые магазины, аптеки, автосервисы, АЗС, салоны сотовой связи. Главный региональный оператор рынка торгового эквайринга. Сбербанк отмечает повышенный интерес к услуге со стороны малого бизнеса. За 2011 год количество клиентов, представителей малого бизнеса, которые пользуются данной услугой, возросло на 1800 клиентов. Это более чем 70% по отношению к началу прошлого года. Мотивация предпринимателей очевидна. Во-первых, возможность рассчитаться с помощью карты означает сервис на более высоком уровне. Ведь множество прикамцев получает зарплату и пенсию на карту. Соответственно, им удобно ей расплачиваться. Во-вторых, по статистике, средний чек человека, который совершал покупки с помощью карты, на 20% больше, чем у того, кто пользовался наличными. Психологи говорят, те, кто платит карты, расстаются с виртуальными деньгами легче, и к тому же зачастую они не ограничены определенной суммой, если карта с опцией овердрафта или кредитная. Значит, с установкой по стерминалу предприниматели становятся больше потенциальных клиентов, и тратить деньги они готовы более щедро. Кроме того, торговый эквайринг – это возможность экономить на инкассации и снижении рисков, которые неизбежно возникают при операциях с наличностью. Потенциал рынка на 2012 год мы оцениваем как очень большой. То есть мы планируем как минимум в полтора раза увеличить количество наших клиентов, и опять-таки большая часть из этого числа – это будет как раз малое предприятие и предприниматель. Еще один хороший стивол. В конце прошлого года Сбербанк запустил в честь своего 170-летия программу лояльности «Спасибо». На каждый потраченный с помощью карты рубль начисляются бонусы – 3% от суммы покупки. Потом клиент может потратить их в магазинах, партнерах бонусной программы Сбербанка. Конечно, теперь картами стали расплачиваться гораздо чаще. С 12 ноября клиенты Сбербанка в Пермском крае уже накопили бонусных «Спасибо» более чем на 100 миллионов рублей. Посттерминал устанавливают быстро, зато прирост клиентов и выручки затем он может обеспечивать долгое время. Рынок электронных платежей и банковских карт все время растет. Чистый четверг для бездомных. Такая социальная акция стартовала 15 марта в Свято-Никольском храме Иоанна Притеченского женского монастыря. Так решено предвосхитить великий чистый четверг, который православные ежегодно отмечают перед Пасхой. Если в чистый четверг русские люди издавна очищали дом, двор и огород от накопившегося за зиму мусора и грязи, то новая социальная акция предполагает помочь бездомным людям средствами гигиены, чтобы они встретили Пасху в благообразном виде. Поэтому 15 марта в Свято-Никольском храме и начался сбор всевозможных средств гигиены для бездомных людей, неблагополучных семей, детей с приюта и дома ребенка. Пожертвовать можно мыло, шампунь, полотенце, мочалки, зубные щетки и пасты – средства личной гигиены для мужчин и женщин. 12 апреля все это будет передано адресатам. Далее у нас прогноз погоды и рубрика «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните нам в наш телефон 23413, наш сайт www.trk.ru.ru. Всего доброго, до свидания.